всем привет дорогие друзья это компания яркий автомаркет вы смотрите яркие трансляции давно кстати не виделись в этом формате соскучился я с вами илья вот не работающий nikon v1 тоже нравится мне nikon v1 но сегодня мы конечно же поговорим не про это а про canon eos r5c как вы знаете канон недавно обновил свою линейку r5 сделаю специально для видео то есть прям углубленную специально для видео и конечно же в интернете не утихают споры что лучше стало r5 или r5c какую брать вообще стоило ли это обновляться или не стоило а если уж r5c такая прекрасная замечательная она уже не так далеко от c70 и может взять c70 особенно с той новостью что c70 получает новую прошивку а там будет уже raw файлы raw light такие же как bios r5c собственно сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос нужно не нужно а попытаемся мы ответить на этот вопрос вместе с камрадом который называется один момент вместе с камрадом который называется monkey pixels вот этот прекрасный камрад сейчас мы посмотрим его ролик ну и попробуем ответить для себя на вопрос надо или не надо пока лоу файл уберем и а monkey pixels поехали r5c или c70 что лучше more day for canon shooters и спешь всем привет канон шутеры ли по файл мэки сбегу из канон has announced to major things today number one is the official announcement of an upcoming firmware update for the canon c70 that enables it to shoot internal raw ну собственно вот c70 получает обновление прошивки и позволит уже внутри себя внутри себя записывать raw что конечно же прекрасно the other thing was obviously the release of the ears r5c и better version of the ears r5 now dedicated for video shooters with a lot of really cool features for video это обновление r5 r5c который дает много новых фишек но там кстати не так чтобы прям совсем много но они даже отличаются от ее 45 там есть отличие в позитивную сторону отличие не совсем в позитивную сторону вот сейчас послушаем что же поменялось все нау из риле тапки decide between the two the ears r5c or the canon c70 и стал слабым и желтой и want you just give you my opinion of the differences between the two cameras and which is better for whom and this is going to be a tough one my name is damien cooper and welcome to monkey pixels and damien cooper нам сейчас объяснить стало все сложно и тревожно поэтому узнаем high quality content behind the scene tutorial right of the gate if you're a hybrid shooter that needs a camera that does both stills as well as video then obviously the ears r5c is the perfect camera for you because the c70 если вы гибридный shooter то r5c прямо для вас идеальная камера потому что она потому что c70 вот в каком смысле потому что c70 не снимает фото хотя r5c как идеально тоже в зависимости от того что снимаете если больше видео наверное да если больше фото наверное все-таки r5 по некоторым причинам о которых узнаем далее но в этом видео будем сравнивать только с видео функции так цены ну соответственно цены 5 500 и 4 500 что кстати в нашей стране наверное будет не так сильно значит а потому что пока мы не знаем точную цену ios r5c но можно предположить что это будет 14 450 плюс минус а c70 стоит 500 тысяч ну то есть не такие гигантские разницы это будут так что в целом если вы присматриваетесь к видео то цена не будет для вас помехой ни для одной камеры ну то есть выбор между этими камерами ц70 подходит типа для видео лучше потому что она крупнее и сделана для видео но тут наверное правильно говорить про наличие определенных портов до наличие каких-то удобных фишек наличие удобного например аккумулятора из-за которого кстати тоже есть нюансы r5c но давайте послушаем ерус r5c ерунда и не любит бега данные ерус r5 и still pretty much a stills camera so in my opinion the point goes to the canon c70 and i would overall prefer the body of the canon c70 for smaller things we do have вот предпочитаем например больше корпус c70 ну хорошо допустим a full hdmi port we also have a couple more buttons полноценный hdmi дополнительные кнопки again more comfortable in your hand does have a side strap if you're shooting handheld and also i think that the ergonomics of the canon c70 are just a little bit better than the ones on a canon ears r5c really big fact to contribute to this is that the canon c70 does have dedicated buttons on the back of the camera to adjust your audio levels whereas the ears r5c doesn't have any and you need to go into the menu ну и да кнопки например по контролю за качеством звука за громкость звука они все выделены у канон c70 на корпус у r5 это r5c этого нет надо в меню смотреть and change those and that is definitely a hassle so if you're shooting on a run and gun project you're shooting a wedding or you're shooting a documentary i think it's way more comfortable to have physical buttons that you can quickly adapt to a changing situations whereas with the ears r5c you do have to go with the touch screen into the system and that i don't like it all another thing i really ну в принципе тут вполне логично да то что у нас как те настройки которые вынесены на корпус камеры они значительно удобнее чем настройки например в по звуку который сделан через меню с другой стороны насколько часто нужно настраивать вот эти все тонкие настройки это еще такой большой вопрос вряд ли он их постоянно как-то крутят но тем не менее ну действительно удобнее ну а нормальный hdmi вот в r5c можно было и сделать вот уж и на если уж на то пошло потому что если камера сделана прямо для видео и понятно что к ней будут подключаться какие-то внешние устройства постоянно то можно напоминаю вам например что в sony a7 4 камера явно не сделана для профессионального видео ну по крайней мере по стоимости есть полноразмерный hdmi во многих камерах микро 4 3 типа gh5 и так далее тоже есть полноразмерный hdmi и в r5c конечно его не хватает продолжаем appreciate about the canon c7d as since i'm shooting a lot with the top handle i'm shooting a lot of low angles it does have a dedicated recording button on the left hand side of the camera whereas the ears r5c has no buttons on the left side вот а тут говорится про кнопки с левой стороны который позволяет начать запись а у канона с левой стороны то есть вот здесь вот как у fx3 да вот тут кнопки как таковой нет говорит камрад но посмотрим в принципе я так понимаю что много кнопок каких-то можно забиндить и в принципе я не думаю что это прям такая гигантская разница потому что повторюсь кнопку можно назначить вам 12 кнопка у канона как раз спереди находится так что в целом наверно жить можно next up on our list is the resolution obviously the years 8k where as the 8k 4k so that is a massive step up in resolution when it comes to the ears r5c if that is necessarily a good thing that is another question because a it's really hard to handle 8k files right now and the canon raw files from the ears r5 were basically uneditable even on the news computers the m1 max and m1 в общем суть хорошая картинка а суть в том что 8k файлы их достаточно сложно обрабатывать и вот обрабатывать файлы с canon eos r5 мы еще про перегрев даже не дошли мы даже просто их обрабатывать было тяжело на 4k в общем-то проще хотя с другой стороны ну тут если ты занимаешься профессиональной видеосъемкой хочешь снимать 8к то наверное твой компьютер либо должен как-то соответствует либо через какие-нибудь еще нюансы нужно делать но можно столкнуться с некоторыми ограничениями об этом стоит помнить но еще можно снимать 8к 50 или 60 кадров если вы используете дополнительные какие-то нюансы в питании либо это айси адаптер либо пауэрбанки определенные могут быть либо вимаунты но в общем какие-то вещи нужны дпевю говорил о том что как-то можно вроде и без всего этого но тогда от объектива начнут отваливаться и в некоторые свойства такие как автофокус в общем если есть электронный контакт объектива не работать не будут поэтому проще конечно взять какое-то внешнее питание но опять же тут говорится о том что данному конкретно товарищу 8к он так не сильно нужен на него тяжело обрабатывать надо посмотреть подумать хотя опять же r5 достаточно давно на рынке то есть там посмотреть подумать уже было время но то есть если вы не используете в своих проектах 8к и вы не знаете зачем вам оно нужно то она вам не нужна с другой стороны тут еще было правильнее сказать не сказали что можно снимать на r5 и r5c и в 4к вот может быть дальше скажут и в р5 можно было снимать с оверсэмблинга в 8к с 8к в 4к 30 а в r5c с 8к в 4к 30 и 4к 60 то есть картинка можно снимать и в 4к и причем она будет резче то есть почему именно мы говорим только про максимальное разрешение canon r5c тоже позволяет снимать 4к и в принципе она достаточно хорошая next up and this is a really big factor is the dynamic range агендачный мигран грандизбран обраде резолюки мы кончилиринг тира high professional and cinematic image when it comes to a cinema camera unfortunately the years are five dynamic range just isn't good looking at the advert ну прям 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 топит не очень хороший а есть 14 ступеней динамического диапазона стало не очень хорошим результатом this is 70 16 to 70 stops of the never range we can see that there's a gap of обратите внимание что у канона есть лог 3 он до 14 ступеней и нету лога 2 то есть в принципе если добавить лог 2 будет наверное те же самые плюс минус 15 ступеней надо помнить что о технологии dgo как раз который у канона дает возможность более широкого динамического диапазона она работает не во всех режимах это тоже надо учитывать поэтому в некоторых нюансах динамический диапазон c70 действительно будет получше но мне кажется 14 ступеней ну никак нельзя назвать нехорошим динамическим диапазоном 14 ступеней это очень много и для большинства из нас этого точно хватит как вы наверное уже можете понять вообще всегда на самом деле когда вы смотрите какого-то определенного блогера или просто общаетесь с каким-нибудь человеком достаточно видно через некоторое время общения к чему он склоняется то есть мне кажется мы посмотрели уже там несколько вариантов и мы увидели что человек ищет плюсы со 70 и ищет не то что недостатки в r5c но опять же вот про разрешение можно было сказать что есть и другие разрешения то есть не обязательно снимать именно 8к в 4к тоже можно но посмотрим карт слот ну тут понятно однозначно кто выиграет потому что в r5c они такие же как в r5 и там сдержка то уже особо-то и не нужна r5c is the card slots because i prefer a cf express type b card over the small sd cards not only is the cf express card bigger and you can go up to two terabytes if you want to but it's also a lot faster so when transferring all of the footage that you shot in a day over to your hard drives it just takes a less time than doing this on the sd card извините понятно что sd карточки они меньше по скорости но и самое главное sd карточки они просто не будут вам поддерживать запись некоторых режимов ну особенно в raw что касается то есть максимально интересных режимов они конечно же не будут поддерживать но r5c опять же уходит корнями из r5 где в sd карточка в принципе вполне подходит для того чтобы использовать для фотографий здесь конечно некоторые нюансы будут недоступны parts that the canon c70 has of course the canon c70 has a dual card slot with two cards in it where you can simultaneously record to both cards at the same time and you do have the same cards whereas you do have an sd card as well as a cf express card in the years r5c and you only have one cf express type b card but overall i still prefer having a cf express card over any sd cards any day of the week another big advantage of the years r5c compared to the c70 is that it features a full frame sensor compared to the super 35 sensor of the c70 personally i like shooting on super 35 because i can use all my super 35 glass and all the cine lenses but since the years r5c has a cropped mode and you can actually switch to super 35 that's not really an advantage of the c70 of course you can use a speed booster and that makes the canon c5c вы можете использовать часть сенсора для кропа и не только super 35 кстати но и super 16 и в super 35 у вас будет еще и 5 и 9к видео что тоже в общем-то неплохо и вот линзы которые вот показал данный блогер например если у вас есть линзы для super 35 киношная то их можно спокойно ставить кстати получить еще даже больше разрешения тоже тоже очень даже неплохо c70 almost full frame but then you limited to ef glass whereas on the r5c you can basically use all the lenses that you want rf or ef with a full frame sensor another thing i want to mention is the dgo sensor versus the dual iso of the r5c ну тут иногда непонятно ну да тут вы можете использовать rf оптику и там можно использовать rf оптику здесь можно поставить еще специальный переходник со спидбустером там правда в целом это дело хорошее но там переотражений становится больше но но в целом это можно сделать и будет кстати даже интересный результат так что по оптике мне кажется и там и там хорошо потому что формат super 35 принципе хорошо подходит для видео напомню как это тоже кстати я думаю это прикольный feature to include a dual iso sensor on the years r5c but me personally i still prefer a dgo sensor over dual iso i'm pretty sure you will get a much cleaner image at iso 3200 of the years r5c compared to the c70 for me personally i don't really shoot a lot on high iso values and overall i just prefer having a gradual increase of noise so that i really know where i'm at and i can quickly make these decisions and just gradually increase my iso as i need to and don't constantly have to question if i should now switch to the dual iso of the iso 3200 or if i should keep it at iso 800 because i had that with the pocket 6k and pocket 4k and it's overall just an inconvenience again ну вот видите такое мнение да что пусть у меня будет стандартный сенсор без двойного iso но зато идет все время постепенное увеличение твой со и типа я понимаю что происходит если идет сенсор на двойном iso там непонятно с какой точнее надо думать какое поставить iso чтобы какой усилитель заработал вот некоторые например считают это преимуществом что можно подумать и выставить то есть у которой нужно а вот здесь мнение что мне вот так вот проще постоянно об этом думать во время съемки тоже нехорошо то мнение интересно это мне неинтересно слушаем дальше но договор сенсора там блогер этот предпочитает больше if you shoot at that high iso range then it's much cleaner and it's nicer but i often times find myself shooting anywhere and between 800 and 32 200 and then i'm constantly on this fence of where i should be if i should go to the higher iso or the lower iso so just for convenience purposes i prefer the dto another thing ну и опять же основные рабочие судят от 800 до 3200 от 800 потому что лог поэтому в принципе вот удобно человеку в общем-то снимать в подобных условиях ну окей а почему нет and that is just pure speculation is that when i compared the c70 to c300 mark 3 and the ears are five and high iso values the c70 and the c300 mark 3 and its dgo sensor were just much better at retaining colors at high iso values whereas the euros are five completely broke down the colors and they switched as well as the white balance тоже мнение что на высоких iso сенсора точнее даже не мнение вот человеком сравнивал а и получается что на высоких iso есть определенные нюансы с цветом и r5 справился с хуже с цветом нежели c70 и c300 mark 3 that is just true for the years r5 and haven't tested the years r5 c when it comes to that yet but keep that in mind that it was an issue on the years r5 and it might also be on the years r5 c and here's another big one that is pretty much tight to the things that makes you want to get the c70 over the years r5 c alongside the dynamic range and that is the internal and the filters and that to что встроено в c70 это однозначно плюс все тут тут о чем я хочу выговорить собственно андэшка это хорошо internal and default is for running down but also for commercial work is such a big factor when it comes to the style of filmmaking that i do whereas on the years r5 c you don't have any internal and default is yes of course you can use mad boxes you can use вода можно использовать main box и вот используют как фильтры правда да учитывая нужна вот такая вот коробка собственными фильтрами они кстати не совсем так уж и дешевые и это в общем-то вложение определенных денег самое главное опять же этим надо заниматься что не всегда удобно screw on filters очень никогда неудобно adapter between the sensor and the lens and get some drop in and the filters but all of the solutions are always kind of going along with some kind of limitations or compromises I'm using mad boxes on a couple of my camera ну или тоже можно на его 45 использовать переходник для ef объективов с переменным and the filter есть у канона такой кстати очень интересный переходник такой же интересный как и переходник с поляриком но говорит тоже какие-то нюансы сложности неудобства а вот тут я кстати не согласен ну с точки зрения удобства понятно что встроенный ND удобнее но то что он лучше потому что там когда используется несколько ND вот например в pocket 6к там используется уже несколько ND тоже и например на максимальном на максимальной плотности ND фильтров там идет небольшие искажения по цвету все зеленые по моему отдает сильнее если вы используете отдельные фильтры то конечно качество по идее должно быть выше то есть почему здесь вот качество лучше при встроенных фильтрах интересно но она будет probably gift to the r5c is the autofocus автофокус judging by the r5 versus the c70 autofocus it's mostly better in almost every situation от r5 автофокус лучше есть фокус по глазу 170 монет от р5 автофокус лучше но крипл хэммер канон незабываем он с нами крипл хэммер из обаут диару фокус whereas the r5 had a dual pixel autofocus 2 r5 имеет dual pixel autofocus 2 версии а canon c70 1 и при видео canon eos r5c тоже использует dual pixel 1 а не 2 вот тоже внезапный момент который внезапно выяснилось ну в принципе dual pixel 1 хороший автофокус но просто это надо иметь ввиду прежде всего а не что они будут примерно одинаковые все семьев и в рпц the point probably doesn't go to the us r5 and it's more very wash and in my opinion that also сфериза с a little bit more towards the c70 when shooting video и это питность подтолкивают куцесси и прикол фиша об the kenny c70 is the face Функция фокуса именно по лицу. Суть в том, что камера фокусируется только по лицам. То есть, вот если, грубо говоря, бы меня снимала R70, сейчас я бы мог, кстати, выйти из кадра и автофокус бы никуда не сдвинулся вообще. Пока не придет какое-то лицо, камера никуда не двинется. Если я сейчас, например, встану и выйду, если бы я снимал R5, то камера бы начала куда-то двигаться, искать какую-нибудь точку, за которую можно зацепиться. А в C70 вот есть такая функция. Понятно, что эта функция программная, понятно, что эта функция, в принципе, чисто теоретически, можно было бы прошивкой добавить в R5 или хотя бы в R5C, но будет ли она добавлена, это, в общем-то, большой вопрос. Возможно, и не будет. Для интервью говорят, хорошо. Но, в принципе, даже не всегда для интервью, просто да, вот кто-то вышел, кто-то вошел в кадр, и нет вот этого движения фокуса. Это, в принципе, прикольная функция. аудио мы говорили настройка в R5C есть соответственно 35 миллиметров и тайм-код но который производит компания toscam говорит о том что в стиле работы его это наверное не очень подойдет потому что он использует клетки и ручки но я думаю что все-таки ребята из small rig и ребята из stilt это очень такие продвинутые ребята и быстро сделают клетки и например и для одного сценария использования и для второго так что тут я думаю что все будет хорошо и с клетками тоже можно будет использовать вариант r5c с внешним модулем и долгий си хауды смочил был фид the camera when i have a direct out саурова надо харапсан шур и без акции will work and if shooting run and gun i don't think that the xl module is a great option for you ну не знаю опять же говорят что не факт что xlr модуль для вас это хорошо не знаю почему нет ну даже для run and gun ну да ну зато там можно опять же сказать хорошо но в модуле то есть сразу хороший звук да цифровой теперь и там есть нормальные xlr а не mini xlr то есть опять же видите это вот вопрос кому что больше нравится но здесь явный такой явно склоняется человек к выбору видеокамер и это нормально абсолютно но вот интересный вопрос дам time code port on the years r5c is that it might get in the way of a cage and then cause you might limit our rigging potential but that we will have to see in the future but overall i think the point for overall audio solutions definitely goes to the canon 6x7 less on our list is our battery solutions and this point ну батарея тут тоже все очень понятно в общем-то в р5 и она обычная lp6 современной версии в canon с 70 и там батарейки от видео и их хватает гораздо дольше вот это вот все тут все по-моему понятно очевидно хотя естественно kios r5 можно подсоединить например тот же самый v-mount и питать его сколько душе угодно но это сделать камеру конечно более громоздкой obviously goes to the c70 because we have more choices when it comes to batteries and we also have bigger batteries in general a lot more если ничего не нагружает на c70 лучше that i talked about in my canon c70 rick video that i will link up here is that you have the option of using some special kind of batteries that not only have a d-tap out but also a usb out so with these batteries we can power our camera and external monitor and also another accessory we don't have any of these options with the ears r5c and the batteries are a lot smaller so we don't have that much juice to power our camera opposed to the canon c70 so now what's my personal overall verdict of the canon c70 ну да кстати вам не сказали что r5c не имеет стабилизации изображения то есть в этом плане они уравниваются если в р5 было стабилизация изображения в р5c и нет со 70 и не было поэтому наверное про нее отдельно не сказали versus the ears r5 me personally i still prefer the canon c70 the over the ears r5c any day of the week and i would always take the c70 for its internal and d-filters and the dynamic range alone i also основной плюс от эндой фильтре динамический диапазон more convenient to rig out to shoot with the battery solution overall it's just a camera that is more tailored towards video shooters obviously when shooting stills is an option for you then the ears r5c is the way to go and if you shoot a lot on the gimbals and autofocus is a must for you the r5c might also be the better option for you because clearly the autofocus is better on the ears r5c it's also a smaller and lighter camera that makes gimbal work a little bit more convenient and easy but if you're a dedicated video shooter then i think the 8k of the ears r5c and the autofocus are factors that are not big enough to sway me towards and yours r5c and not take the canon c7 преимущества такие как 8к я бы еще указал все-таки сенсор полнокадровой камеры не являются достаточными для того чтобы вот уход ну не брать c70 так ну тут в общем то все понятно ну чтож можно подвести небольшой итог в любом случае мы должны констатировать r5c получился очень интересный там опять спор в интернетах кто лучше кто хуже вот этот все прекрасно работает тут скорее даже больше выбор для многих будет не r5c или c70 да все-таки гибридную камеру покупают и для фото и для видео но и тут скорее больше спорю что же взять r5 или r5c хотя по-моему выбор очевиден если нужно снимать 8к без перегрева постоянно очень много то r5c выглядит интереснее хотя она стала такая более громоздкая да напоминаем что там нет стабилизации изображения автофокус на видео немножечко ухудшился но тем не менее он все еще остался достаточно хорошим некоторые режимы стали интереснее меню в r5c на видео стало интереснее потому что она стала такой же в общем-то как на c70 тем не менее если вы используете камеру для фото и для видео и для вас 8к не такая уж важная функция вы не используете вы его и или если используете вам достаточно того момента но пока пока не перегревается очень долго не снимаете то r5 в общем то тоже прекрасный вариант удивительный хорошо что canon начинает выпускать какие-то дополнительные продукты спасибо всем остальным брендам которые выпускают какие-то интересные конкретные решения что заставляет к нам выпускать продукты типа иос r5c потому что можно было сказать ну если вы хотите 8к дорогие друзья вот у нас есть линейка cinema line вот скоро мы представим вам линейку cinema line с 8к будет стоить там не знаю не четыре с половиной тысячи долларов а 10-15 тысяч долларов приходите покупайте тут появилась в общем-то относительно бюджетная так скажем все таки это относительно бюджетная возможность снимать 8к постоянно только надо корзетки подключить тогда будет вообще все замечательно что ж большое спасибо блогеру что помог нам разобраться еще раз снимаете только видео есть мнение что c70 лучше особенно с равом который туда уже скоро поместится снимаете фото и видео больше фото уклон наверное r5 снимаете фото и видео больше уклона видео и нужен 8к r5c вот так вот канон сделал свою линейку мне кажется стало понятнее удобнее так что если вы хотите что-то снимать canon сделает модель вашей фото или видеокамеры которая для вас идеально подойдет ну а что ж с вами был илья большое спасибо что посмотрели это видео напоминаю что все необходимые ссылочки будут в описании подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на мои личные соц сети и смотрите нас дальше дальше нас ждет много интересного поговорим о лейке и поговорим о чем-нибудь еще безусловно интересным спасибо за просмотр пока